Способная и надёжная помощница главаря банды, Аратаки Ита, наша любимица Куки Синобу. Давай разберёмся, на что способна эта прекрасная девочка. Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкен Вейт. В самом начале ролика хотел бы пригласить тебя вечерком сегодня посмотреть, как мы будем играть Ханка и Старлейлз, а также в день выхода баннера приглашаю на стрим с крутками Сяо, а также Елань. Если ты накопил достаточно круток, то пиши мне в личку, запишем отдельное видео. Ну а если не так много, то записывайся на стрим в Дискорде в описании, там очень круто всё у нас происходит. Итак, давай перейдём уже непосредственно к Куки Синобу. Она у нас является представителем электростихии и орудует одноручным клинком. Достаточно весёлая девчушка, по классу это саппорт, который может отхилить наш отряд, а также немножечко нанести урона. Для прокачки ей потребуются кусочки с червяка, который у нас появился в разломе. Также необходимо будет убивать и доставать куски с райден, нового мирового босса. Ну и по мелочи там книжки талантов, само собой, с Инадзумы, трава, это фиолетовая, которая прорастает у нас в Инадзуме, а также реагенты с призраков. Всё очень легко собирается, за исключением червячка, к нему просто надо немножечко привыкнуть. Что у нас по способностям? Самое интересное, конечно, первое — освещающее кольцо. Куки Синобу жертвует часть хп и создаёт вокруг активного персонажа защитное кольцо, которое наносит урон противникам и отхиливает носителя. При этом срабатывает раз в полторы секунды, отхил зависит от максимального хп нашей Куки Синобе. При этом эта обилка не может убить нашу Куки Синобу, она всегда оставляет 20% от максимального хп. Если сравнивать с подобной же обилкой, но у Барбары, то хилит она немножечко поменьше. Даже не немножечко, а процентов на 30-40. Но при этом время отката этой способности у Куки почти равно время длительности самой способности. Мы сможем почти 100% поддерживать данную обилку на активном персонаже и, значит, сетапить электро статус на противнике и отхиливать нас. Очень классная штучка, прям вижу то, что её можно постоянно использовать и просто отхиливать нашего активного персонажа без какой-то либо проблемы. Но самое главное, конечно же, то, что это у нас ультимейт. Де, 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 де. Ультимейт достаточно просто работает, называется Абряй Гейна Руками Корияма. Боже мой, я это прочитал с первого раза. Работает очень просто. Кидает клинок в землю и вокруг этого клинка начинается наноситься электро урон. Притом, самое интересное, то, что если у Куки Синоби меньше 50% хп, то данный навык будет работать дольше. По стоимости 60 энергии стоит в минимальном времени работы 2 секунды, при лоу хп 3,5 секунды. Урон, который наносит ультимейт, зависит от максимального хп нашей Куки Синобу. То есть вы понимаете, да, то есть мы её билдим максимально в хп и наносим урон при помощи ультимейта, а при помощи Ешки хилим наш отряд. Очень классно. Ешка уроном своим зависела тоже от хп, было бы ещё класснее, но урон самого травяного кольца не зависит от нашего хп. Что по пассивкам? Пассивки достаточно интересные. Исследовательская пассивка даёт нам 25% бонус наград в Инадзуме, если мы используем большую экспедицию на 20 часов. Первая, боевая, увеличивает бонус лечения на 15%, когда у Куки Синоби меньше 50% хп. Очень классная штука. А вторая, боевая, характеристики освещающего кольца улучшаются в зависимости от мастерства стихии Куки Синобу. Лечение увеличивается на 75%, а урон на 25% от нашего мастерства стихии. Как вы видите, уже вырисовывается примерный билд, как собирается наша Куки Синоба. А что по констам? В принципе, девочка у нас 4-звёздочная, поэтому с констами проблем быть не должно. Но первая конста увеличивает поражение навыка ультимейта на 50%. Вторая увеличивает длительность нашей Ешки на 3 секунды. И она будет работать ровно столько же, сколько идёт откат. Вообще без каких-то либо проблем. Третья конста увеличивает уровень нашей Ешки на 3 уровня. Четвёртая конста, когда наши обычные и заряженные атаки, атаки в падении персонажа активного на данный момент с кольцом будут наносить урон. В этой точке нанесения урона будет появляться специальный клинок, который будет наносить урон противникам от максимального ХП Куки Синоба. Данный навык будет срабатывать раз в 5 секунд. Пятая конста увеличивает ульт на 5 секунд. И шестая конста не даёт умереть Куки Синобу, когда она получает летальный урон. У неё вместо этого остаётся 1 ХП. Данная способность будет срабатывать 1 раз в 60 секунд. Но также, когда у Куки Синоби ХП снижается меньше 25%, её мастерство увеличивается на 150 процентов, точнее на 150 единиц на 15 секунд. И данная способность тоже будет срабатывать раз в 60 секунд. Ну, что у нас получается по персонажу? Персонаж выглядит достаточно интересным в том случае, что это электро-хилищий саппорт. Кому она может пригодиться? Она вполне может пригодиться Эоле для того, чтобы снять необходимость пользования какого-то электро-персонажа для суперконтакта. Да, действительно, если у нас будут разнообразные физики, которым нужен специальный электро-персонаж, чтобы как раз-таки сетапить, и в этом плане Куки будет замечательно справляться. То есть она на нас будет постоянно накидывать щит, который будет накидывать на противников электро, а уже ГГ как-нибудь там будет накидывать Крио, и суперконтакт будет получаться. Плюс к тому же она хилит, может нанести достаточно, ну, не сказать то, что огромные цифры урона, но она, по крайней мере, будет наносить урона. В этом плане она выигрывает у Барбары просто божественно, потому что Барбара, кроме как хилить, в принципе ничего не может. А Куки Синобу, в довесок к тому, что она в принципе неплохо хилит пассивно, она еще и может нанести урон. В этом, конечно же, большой-большой ее плюс. Можно будет использовать ее в моно-электропачке, для того, чтобы дополнительные рофлы сетапить, чтобы залетали и заливалась энергия. А, конечно, Куки не сравнится с Беннетом. Вот, к сожалению, просто не сравнится, потому что Беннет и хилит, и усиляет намного сильнее нашего основного персонажа. В этом плане Куки все-таки больше пытается сама нанести урон и при этом подхилит. Носить из пушек я более чем уверен, что она будет, скорее всего, в Фавонии, либо же какая-то пушка на ХП, вот, одноручная пушка на ХП. Кроме как драгоценный омут у меня ничего в голову не приходит, но драгоценный омут ставить на Куки, это немножечко жирновато получается. Хотя, если в отряде нету носителя драгоценного омута, то, наверное, это будет замечательно. Выглядит девочка вкусно, интересно, поиграть за нее можно будет чуть-чуть пораньше в версии 2.7. Как вам эта девочка понравилась, не понравилась? Будете выкрутить баннер ИТА специально, чтобы выбить ее? Или же просто потом уже спокойненько на других баннерах, возможно, она вам выпадет? Напишите об этом в комментариях, будет интересно с вами пообщаться. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и жду тебя вечером на прямой трансляции. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Боу!